Приветствую друзья на столярном канале Владимира Жиленко. Сегодня буду изготавливать обеденный стол. Таких работ на моем канале много. Самые дешевые столы, где в качестве столешницы я использовал ламинированное ТСП. Много столов, где я склеивал мебельный щит, делал красивые ножки. Эти ножки выполнял разными способами. Квадратные, где французские балясины, на токарном станке делал утолщение. Короче, работ по изготовлению столов очень много. Ну, столы можно разделить бюджетные, дешевые и дорогие, где в качестве столешницы всегда выступает мебельный щит. Как найти золотую серединку и как изготовить стол, чтобы был красивый, но тем не менее дешевенький. Вот сегодня именно такая интересная работа. Познакомлюсь с материалом, с главным материалом, из которого я буду изготавливать данную столярную работу. Основой стола будет выступать столешница. Такие столешницы используют мастера, которые занимаются изготовлением мебели из ДСП. Ее размер составляет 580 по ширине и 1500 по длине. Если длина еще нас устраивает, то ширина очень, очень и очень. Стандартные столы, хорошие обеденные столы при такой длине столешницы должны составлять 750-800 мм по ширине. Первоначально, что я буду делать, добавлю расширители, сделаю своеобразную рамку и в эту рамку вставлю столешницу. Для изготовления буду использовать вот такой прекрасный материал, это ясень. Хорошая чистая 50-ка доска. И перед началом работы надо замерить влажность. Для того, чтобы не ошибиться, сделал себе такой чертеж небольшой для столешницы, посмотрел, как она будет выглядеть в масштабе. Даже пробовал рисовать овал, но это все сложность. На бюджетный стол это только лишь повлияет. После распиловочного станка заготовки имеют такой вид. Вот здесь заготовки надо связать раму. Вот эти заготовки для царли. Для склейки заготовок использую клейберик 300 клей. Пользуюсь ним давно, проверено. Очень хороший клей. Струбцины и время. Здесь склеен мебельный щит. И вот этот мебельный щит можно обрабатывать теперь и делать заготовки на ножки. Квадратного сечения. Дальнейшая обработка будет заключаться в следующем. Прогнать через фуговальный станок, сделать базу 90 градусов. На распиловочном станке сделать заготовки по ширине. Прогнать снова через рейсмус, чтобы откалибровать заготовки по ширине. С вот этих заготовок, что рама, запиливать одну сторону под 45 градусов, вымерять, запиливать вторую сторону. Хочу подробно остановиться о том, как я буду изготавливать ножки. Склеил мебельный щит. Высота заготовок 75 миллиметров. Сейчас на распиловочном станке распилю заготовки и обработаю их на фуговальном станке. Сделаю базу 90 градусов. Потом пройду на рейсмусе и сделаю детали все калиброванные. В верхней части ножки, это примерно такое расстояние, где будет собираться царгия, ножка должна иметь квадратное сечение. Вот примерно так. В остальной части ножка будет обрабатываться на токарном станке по дереву. В верхней части ножки будет вытачиваться шар. Диаметр шара должен быть равен диагонали квадратной заготовки. Тогда шар смотрится полноценно. Иначе, если с одной заготовки такой выточить и вверх, и шар, шар потеряется, и верхушка задавит шар, и шар будет казаться еще меньше. Существует два вида способа изготовления такой ножки. Первый способ, это изготовить ножку вот такого сечения и в местах, где будет шар, наклеить заготовки, такие детали. И после того, как все высохнет, обработать на токарном станке. Второй способ существует следующий. Заготовки делаем толстые. И с вот этих толстых заготовок верхушку вот этого сечения обрабатываю на флаговальном станке. Делаю ее меньше. Остальное обрабатывается точно так на токарном станке. Какой размер должен быть сечения верхушки? Изготавливая столы, из личного опыта скажу, что столы с размером столешницы 600 на 1000, 1100, достаточно 50 на 50 миллиметров. Увеличивая размер столешницы, пропорционально увеличивается размер сечения верхней части ножки. В моем случае, размер столешницы, я уже говорил, и ножка должна иметь сечение примерно 55 на 55 миллиметров. Распиловочный станок, джип 1600. Вот если я прославлю, друзья, практически пила выходит совсем на немножко, наверное 800. Здесь 750 склеено, и поэтому размер немножко даже гуляющий. Материал ясень, очень крепкий. Посмотрим, как будет справляться распиловочный станок с такой толщиной и с таким крепким материалом. Включаю стружку удаления. Включаю стружку удаления. КОНЕЦ Обеденный стол имеет высоту 730-750 миллиметров. Для больших столов лучше 750. Есть толщина столешницы, поэтому можно высчитать и сделать сейчас высоту ножек. Мое сечение получилось 720 миллиметров. Капекс, шестигатая модель, ДОН пропиливает 60. Ну, посмотрим, 72. Небольшой участок он может пилить, потому что с этой стороны большая гайка, и гайка эта мешает уже больше 60. После обработки на станках заготовка на ножку имеет такой вид. Сечение 72 на 72 миллиметра, длина 725 миллиметров. В верхней части остается квадрат, остальная часть будет обрабатываться на токарном станке. Как я говорил, диаметр шара должен быть равен диагонали вот этого квадрата. Поэтому квадрат мы должны отфуговать на фуговальном станке и уменьшить сечение квадрата. Фуговальный станок, шейперные ножи, ограничение по длине. И за 3-4 прохода буду выполнять фугование. Я фугую до упора, опускаю передний стол. И за несколько проходов, я думаю... Дело в том, что шейперный вал не любит больших съемок. И вот это первая работа, которую я буду выполнять с большим съемом. Обработка царки, обработка рамки. Гащик никогда не поверит, что из двух таких широких досок получилась небольшая кучка заготовок. И тем не менее, это факт. Остальное обрезки, стружки, опилки. И немножко удовольствия. Ножки 4 штучки. Царги. И рамка. Сейчас прорисовываю рисунок на ножку. То есть, попутно, выполняя работу на токарном станке, в это время простаивает станок ЧПУ. И пусть он трудится, выполняет какой-то узор. Сейчас уже габаритные размеры известны. И можно определить будущий узор на станок ЧПУ. Начал примерять раму, и возникла внештатная ситуация. Одна из сторон, длинная сторона, к сожалению, это не так страшно, оказалась немножко кривовато. Установил диск 80 зубов и хочу немножко подрезать. Надо собрать столешницу и раму. Есть заготовки и есть сама столешница. Заготовки две коротких и две длинных. Я буду зарезать их под 45 градусов. Потом буду изготавливать паз, делать вставной шип. И вот это место, где соединять буду на уз, будет собрано еще дополнительно на вставной шип. Здесь, чтобы отпозиционировать по отношению к плоскости столешницы, есть фреза. И пройду, сделаю углубление и поставлю лодочки. На одной и на другой стороне. Базовая поверхность будет выступать поверхность столешницы и лицевая поверхность заготовок. В любом случае, я стараюсь так, чтобы вот эти детали не перепутать. Наклеил малярный скотч, и они будут строго, индивидуально подгоняться под каждый размер. Токарная работа начинается с чертежа. В масштабе рисую обязательно один к одному. Я уже знаю размеры сечения квадрата и диаметр. Исходя из вот этих размеров, начинаю строить будущую модель. Также известна длина. Рисуется вверх и рисуется низ. А серединка как-то уже произвольно получается. Как правильно составить чертеж? Если я взял за основу вот такой блинчик шириной 15 мм, этот блинчик должен повторяться кругом. Если вот этот элемент, колокольчик, присутствует с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, он также должен быть одинакового размера. Ширина 10 мм. Присутствуют и одинаковые диаметры. Максимальный диаметр на шаре, и здесь максимальный диаметр. Все остальное обдирается. Еще раз скажу, к чертежу надо относиться очень серьезно, потому что испортить заготовку это намного дороже стоит, чем поработать 5-10 минут лишних чертежом. И вот первая работа. Вот так выглядит готовая. Это токарная обработка ножки. 4 штучки надо, напомню, для тех, кто просмотрел и был невнимателен. Паз на раме буду выполнять при помощи своего домино. Это шипорезка, это приспособление для изготовления пазов. Вставной шип изготавливаю отдельно. Совершенно новая конструкция, из алюминиевого профиля. И вот тот случай, когда меня спрашивали подписчики, что же делать, когда заготовка высокая. Существует два способа. Первый способ, немножко приподнять. А второй способ, чуть-чуть по-другому. О втором способе расскажу в следующих фильмах. Два прижима. Есть наклон под 45 градусов. Сначала фрезерую детали с одной стороны, не меняя положение фрезера, настраиваю и буду фрезеровать с другой стороны. Перед сборкой, перед склейкой рамы и столешницы, заготовки рамы обязательно надо прошлифовать. Предварительно я их обрабатывал на шлифовально-барабанном станке. Там установлено зерно номер 120. Лучше всего шлифовать, конечно, орбитальной шлифовальной машиной. Она более нежная. И вот для таких работ она подходит исключительно хорошо. 150 круг, это как бы обдирочная, большущая. И сюда можно ставить зерно 180 и проходить вот эту всю поверхность. Окончательно я прохожу вот этой маленькой. Это две машинки профессиональная серия. Наверное, друзья, увидели, почему она в пыли. Потому что устанавливая такие круги, эти круги не имеют отверстий. Ну, зато хорошая наждачная бумага. Зерно 220-360. 360 для моей финишной отделки вполне достаточно. Я наклеил малярный скотч или малярную ленту. И сделал разметку. Поставил линии. Малярный скотч необходим еще для того, чтобы при склейке остатки клея не попадали на древесину, не попадали на вот этот пластик. Мне легче убрать. Еще будет производиться финишная отделка лаком, поэтому вот этот слой будет защищать от того, чтобы лак не попал на столешницу. Теперь надо профрезеровать против меток, сделать небольшие углубления, заготовить лодочки. В качестве средств защиты можно надевать такую маску, тоже помогает, друзья. Пыль не попадает, нелегко дышится, очки не потеют. Самая интересная работа, это сборка. Мне она нравится, приятно. Видишь или результат труда, или видишь ошибки. Сборка всегда показывает. Четыре детали на раму и столешница. Вставной шип. Главная задача лодочек, это позиционировать детали по отношению друг к другу, то есть, чтобы они находились в одной плоскости. Задача вставных шипов, сдерживать угловые соединения, и сдерживать от больших нагрузок. Склейка произведена, надо убрать остатки клея, и дождаться полного высыхания. Изготовление царг. Заготовки я торцевал по длине. Есть метизное изделие, с помощью которого будет соединяться между собой царги, и будет соединяться ножка между царгами. Надо запилить небольшой паз, со всех четырех сторон. Царги, одна длинная и одна короткая. Край, нижний. Фрезер, такая красивая фреза, а рисунок в два раза красивее. А знаете почему? Потому что фрезу купил за дешевые деньги. Бывает и такое, распродажа. А теперь серьезно. Первоначально хотел украсить царги, и повырезать здесь вот такие элементы. Катать на фрезере с кукурузкой. Дело в том, что слишком большая разница по длине. И вот это рисунок, который я сделаю, на большой и на маленькой царги, будет совершенно разный, отличаться. Были бы с небольшим изменением, тогда можно делать рисунок. Четыре элемента надо вырезать на царги. Это украшения, накладные элементы. Я их буду выполнять на фрезерном станке ЧПУ. Утомлять вас не буду работой. Будет выполняться две операции. Чистовая обработка, фреза морковка, глубина фрезерования 6 мм, и вырез детали, кукурузка, 3,175. Острые углы на столешнице надо закруглить. Есть такой трафарет, шаблон. Выписывал специально по интернету. Здесь радиус засекречен. Устанавливая его, делаем карандашом линию, четверть окружности, лобзиком отрезаем с запасом. Вырезал шаблон из фанеры по этому диаметру и укрепил его снизу, пазовая фреза с подшипником. По краю столешницы надо выполнить закругление. Лучше всего для этого подходит радиусная фреза с подшипником. С обратной стороны также пройти, сделать закругление, только маленьким радиусом, примерно 3 миллиметра. Сарги между собой будут соединяться при помощи такой метизной детали. В ножках надо просверлить отверстие, вставить болт с отверстием и отсюда штифт, чтобы болт не выскакивал. Вот такое крепление не очень удачное. Обычно винты. С одной стороны резьба крупная, с другой стороны метрическая. Для того, чтобы засверлить в этом месте правильно, надо снять небольшую фаску под углом 45 градусов фрезером. Подобрать, конечно, где вот такие места, чтобы они вовнутрь пошли. Теперь надо засверлить отверстие на 12. Перевоясь сверло, ограничение по длине на станке выставляю. Установил тиски, чтобы примерно позиционировать детали. Для того, чтобы правильно просверлить отверстие, перпендикулярно, надо изготовить еще шаблон. Шаблон изготавливается на сверлильном станке, чтобы отверстие было перпендикулярно плоскостям заготовки. Романтика для столяра. Можете дать ответ в течение 2-3 секунд. Пару слов хочется сказать о креплении. Как я буду устанавливать царги к столешнице? Реечка 2х2 сечения. Наклею, саморезами прикрепил к царге. И потом саморезами прикрепляю к столешнице. Метизные изделия просто наживил. И сейчас укреплю царги, чтобы они вплотную сели к столешнице. И потом затяну метизные изделия. Еще раз напомню. В ножке просверлено отверстие. Вставлен штырь. И на этот штырь одет болт. На конце болта просверлено отверстие. Он немножко злюфтит. Это и хорошо. Устанавливаем. Видите, я немножко длинноват оказался. Поэтому пришлось вытащить такие переходные шайбы большие. И устанавливается. Соединение довольно-таки крепко, надежно. Изготавливая этот стол, все время задавал себе вопрос. В какой категории можно отнести данное столярное изделие. Это дешевый бюджетный стол? Это средний стол? Или дорогой элитный стол? Так, на этот вопрос я и не ответил. И тем не менее, хочется подробно остановиться на классификации. Что это за стол? Главное в столе, конечно, это его столешница. Для того, чтобы стол был элитный, столешница должна быть с натурального дерева. Это должен быть мебельный щит. Здесь столешница выполнена совсем из другого материала. Это тонкий пластик. И, наверное, если бы этот пластик был по краю облицован кромкой, наверное, получился бюджетный вариант стола. Здесь получается рама. Рама взяла нагрузку. Рама сдавила и подчеркивает саму красоту столешницы. Посмотрите, как она прекрасно смотрится. Столешница зажата в раму. Красивый цвет. И самое главное, что вкрапления есть такие по цвету, которые присутствуют и на самом столе. Изготавливая эту столярную работу, эта работа мне понравилась с самого начала. Не знаю, чем она привлекала в виде заготовок, но эта работа понравилась. Законченный вид имеет царги. Ножки законченный вид. Столешница прекрасно смотрится в этой раме. Как-то все получилось законченным. Поэтому, наверное, стол получился таким, не побоюсь этого слова, удачная столярная работа. Хочу огласить размер 75 на 165. Высота 75. На царках вверху присутствует декоративный элемент, который также украшает. Наверное, многие скептически отнесутся к моему названию. Все-таки это бюджетный дешевый стол, это средний стол или дорогой стол. Не знаю, друзья, я не буду комментировать. Я хочу, чтобы комментарии сделали вы. Как вам этот стол? Во-первых, нравится, не нравится? Стоит ли изготавливать раму и устанавливать внутри столешницу? Есть ли в этом плюсы, минусы? Есть достатки и недостатки? И самое главное, кто очень нетерпелив и спрашивает, сколько стоит, друзья. Я оголосил, какой материал был потрачен. Пять рабочих дней ушло сполна. Посчитайте и посмотрите, сколько получится нулей в этой столярной работе. Вот смотрю, друзья, и хочется так сказать одно слово. Оно вообще не присуще к этой столярной работе, но хочется так сказать. В этой столярной работе есть свежесть. Какая-то свежесть. Вот не знаю, почему-то мне кажется, стол таким свеженьким, аккуратненьким. Вот нравится, друзья. И не скрываю своих эмоций, потому что действительно хорошая, красивая работа. И самый главный вопрос, который идет во всем фильме, что же это за стол? Это бюджетный, это дорогой или средний стол? И вообще, может ли такой стол существовать? Стоит ли делать, стоит ли заморачиваться, соединять столешницу с деревом? Ну вот, друзья, и все с этой столярной работой. Пишите. С уважением, Владимир Жиленко.